Привет, маленькие друзья, а также их родители! В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки отвечают на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас. Давайте узнавать правильные ответы и учиться вместе! Зачем верблюду горб? Чтобы носить воду. Горб нужен, чтобы люди садились и могли прокатиться на верблюде иногда. Потому что там в пустыне нет ни воды, ни еды. И там в этих горбах и вода, и еда. Вот он это ест. Чтобы воду сохранять. Блюду нужен гроб, чтобы быть красивым еще. Это для него так модно. И он нужен, чтобы он копает, копает и добывает воду, и из воды превращается жир. Он в нем может быть запас какой-нибудь. Люди его используют как машину, перевозить грузы. Потому что вот на нем сидели люди. Внутри горбов вода. Бывает две, бывает три. Бывает одна. У него два горба. Он может кружить тяжелые, носить на своих горбах. Он может носить камни тяжелые и свою птичу. Например, защищаться, отбивать кого-то, например. Вот он пил воду из него. Из-за того, что он потеет его на жажду, что ли. Он возит вещи. И он может переносить человека на своих горбах. Он вообще не плевался. Я знаю, что в верблюдке плюется. Потому что из горба нет воды. Голова с формой, как груша. У него ноги маленькие. Ноги у него, как палки с копытцами тоже. Верблюды бывают необычные. Бывают, они перевозят такие вот, такие грузы, в которых ездят люди вот в этих грузах. Чтобы там, наверное, хранить запасы пищи. Что, типа, у них два горба. Ну, им это как-то нравится еще. Мне кажется, им это помогает от чего-то. Ему нужен горб, чтобы носить воду. Там собирается вода. И, наверное, она холодная. Горб верблюда – это естественная кладовая, где он накапливает питательные жиры. При окислении 100 граммов получается 107 граммов воды. Запасов жира в горбу верблюду хватает примерно на две недели. В течение этого времени он может ничего не есть и не пить. Также горбы служат своеобразной естественной крышей, защищающей спину верблюда от палящего солнца. У верблюдов практически не бывает обезвоживания. В то время как большинство животных могут погибнуть от обезвоживания, потеряв 20% массы тела в виде воды, верблюды выживают даже при потере до 40% массы тела без серьезных последствий. Викторина? Миллион вопросов. Почему снег скрипит под ногами? Мне кажется, это дать чего-то такого добавить. Воду и вода замажает и начинает превращаться в лед. Наверное, потому что он холодный. Он превращается в белый. Когда падает снежинка, она плоская становится, и потом снег из него выходит. И он становится белый. Ну, потому что снег – это такие маленькие лединочки. Ну, такие лединочки, если для них человек уже тяжелый, человек тяжелый, он ломает эти лединки, и остается быть звук. Потому что резина, резина, резина по снегу. А ботинки могут быть скотскими, и снег, и поэтому снег скрипит, потому что он очень мягкий. Мне кажется, каких-то вот этих пенопластовых шариков. Потому что, когда выходит зима, может быть, он мягенький такой, а может быть, твердый. Потому что это маленькие крошечки. Он не земля, он не твердый. Он под нами хрустит из-за того, что он на него наступает. И как бы у него, он не сдерживает и хрустит. Под ним может быть лед, и этот лед хрустит. Если он хрустит, то значит, он такой гибкий. В ботинка входит и стучит, а в сапога встучит. Потому что нам кажется, что это что-то белое, а на самом деле снег – это лед. И когда мы наступаем, то снег под тяжестью нашего тела трескается, потому что это лед. Или кто-то на него наступает, но он ломается сразу. Или кто-то из облачка хочет плыкнуть и упал. Потому что они маленькие и хрупкие. Они такие холодные, похожи на стекло. Их очень много, и они, наверное, немножко беленькие. Их очень много, и белый получается, много белых белых. Мне кажется, если это из снежинок, то снежинки там чем-то таким набиваются. Ну, потом они начинают трескаться, и из-за этого получается хруст. Снег состоит из ледяных кристаллов – снежинок. Между ними много воздуха. Под давлением снег уплотняется, воздух из него выдавливается. Снежинки трутся друг о друга и ломаются, издавая при этом звуки, которые воспринимаются как скрип. Но звуки слышны не всегда. Когда мороз не очень сильный, поверхность снежинок покрыта тончайшим слоем жидкой воды. При температуре около минус 10 градусов его толщина составляет всего один молекулярный слой, а при минус одном градусе она в сотни раз больше. Вода глушит звук ломающихся кристаллов, поэтому громкий скрип слышен только в морозную погоду. Часто ошибочно полагают, будто вода на снежинках образуется из-за снижения температуры плавления, когда снег сдавливают. Расчеты, однако, показывают, что этот эффект слишком мал для того, чтобы заглушить скрип снега при слабом морозе. Постоянное же присутствие меняющегося по толщине жидкого слоя на поверхности снежинок приводит еще и к тому, что они смерзаются. У свежевыпавшего пушистого снега связи между кристаллами слабые, а у слежавшегося наста прочные. Их разрушение тоже порождает звуки, но более низкие. Они воспринимаются не как скрип, а скорее как шорох и хруст, и слышны даже при температуре, близкой к нулевой. Рубрика «Четвертый лишний». Какое из четырех слов лишнее, почему? Брюки, шорты, джинсы, сарафан. Сарафан. Шорт. Сарафан. Платье. Пусть все равно девчачье, а все остальное мальчачье. Сарафан. Потому что это не одежда для ног. Потому что в шортах зимой не надо лучше ходить, потому что если ты будешь ходить в шортах зимой, тогда ты можешь заболеть. Все как с танецким, а сарафаном так как юбочка. Потому что он лишний. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамор.